Всем добрый день! А я опять на своих плантациях. Как и ранее говорила, мне пришла пора подсыпать мульчу под лук. Но так как у меня рядом посажены помидорки, то их я укрою одновременно. Для чего мне нужно еще подсыпать мульчи? Ну, во-первых, у нас прошел хороший дождик, и влага еще сохраняется в земле, и ее достаточно. Большим слоем мульчей я сохраню влагу максимально долго. То есть я упрощаю себе работу еще и в поливе, плюс где соломка разлетелась, и между луковичками начал прорастать сорт. Поэтому мне надо добавить еще слой, чтобы этот момент минимизировать. Ну, и еще одна важная причина. Земля остается рыхлая под слоем мульчи. Делаем хорошую подушку, и будет счастье. То есть мы избавились от ряда проблем, которые не всегда приятны, и не всегда хочется их делать. Вот. На следующий год эта солома остается на местах, мы мотоблоком ее запахиваем, тем самым мою глину делаем более воздушной, более рыхлой и приятной. Но это на следующий год. Еще через год вот эта фракция соломы перегниет и удобрит мою землю. В происшествии определенного периода времени я стала замечать, что земля действительно стала превращаться в более качественную, более рыхлую, более плодородную. Но там, где я не замульчировала прошлый год, или, ну, не хватило соломы, времени, сил, мало, много причин, почему я этого и могла не сделать. Там, конечно, этот процесс прервался, и приходится уже бороться, и, знаете, не самое приятное дело. Поэтому солома закупленная, вот он мой мототранспорт, транспортирующий солому. Мы этот момент сделаем. Вот так выглядит на данном этапе слой. Земля остается в любом случае рыхлее, но вот тут, между ячейками, прорастать ссор начал. А как это будет выглядеть после того, как я замульчирую? Вот она подушка. Вот тут я еще не совсем добавила. И вот так я все подперла. Вот она. Ничего не видно. И вот в этом хаосе попробуйте найти еще помидорки. А, кстати, они уже начинают зацветать. Поэтому вот такие малыши у нас получатся. А слой я добавляю приличный. Хорошо, если когда солома спрессована, ее прям пластом и наскладываешь. Это вообще идеально. Сейчас лук уже высокий, большой. Он уже достаточно массивный. И солома мочить не надо. Укладываю сухой, просто и легко. Вот так вот. И чуть-чуть распределили. Распушили нашу подушку. Все. Ну и вокруг помидоров совьем в гнездо. Заодно подпрем с другую сторону лука. А помидоры после дождичка чуть-чуть прорыхлила. Убрала какой-то ссор мелкий и успокоилась. Вот такие нехитрые действия я выполняю. В ее гнезда и выкладываю середину за одну края грядок. И будет у меня желтая, ровная, красивая площадка.